Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Благодарю все, кто поддерживает мой канал. Сейчас мой канал на ютубе основной находится в заморозке. Пожалуйста, проверьте ваши подписки, потому что меня отписывают просто пачками от канала. Но это наказание. Наказание за неправильную политику. Благодарю всех, кто поддерживает мой канал. Благодарю Игоря Васильевича и за финансовую поддержку в том числе. И тема сегодняшнего видео – это часы Инодина. Гуляя с группой по допотопной Москве, по Шабловке, однажды дошли мы до Донского монастыря. У нас оказался потомок часовых дел мастера конца 19-го, начала 20-го века Андрея Александровича Инодина, Марина Аксенова, праправнучка. Вот лазим так по подвалам, по всяким подворотням, как дети малые, когда ищут сокровища, и таки находим. А еще сокровища – это сами люди, живые носители информации, потомки замечательных людей, создатели, исследователи, инженеров и простых людей. И вот рассматриваешь башни, стены Донского монастыря. Там есть часы. Просто рассматриваем эти часы. А часы – это дел рук мастера. А его потомок – вот она рядом с нами. Вот если бы мы все знали свои корни и дела своих дедов сквозь века, да еще если бы нам всякие пришлые управленцы не стирали историю, не уничтожали бы информационность, не уничтожали бы знания. Идешь вот то в одном городе, то в другом, и говоришь – а это делал мой прадед, а это делал мой прапрадед, а вот это делал мой предок девятого колена, вот эту башню строил, а мой предок эту усадьбу строил, а мой вон ту гимназию, а мой там преподавал. И вся история родов была бы у всех на виду. Полагаю, что когда-то так и было, до 16-17 века. Вот до войн, до основных войн. И эту дату выявил также Александр Владимирович Пыжиков, что именно переломный момент – время смуты, когда все самое плохое началось для нас. Это где-то 16-17 век. И время Романовых. Ну, значит, мыслим в одном направлении с Александром Владимировичем, сходимся во взглядах. Итак, часы Инодина. На старой площади и эти, да? У него было производство башних часов, они делали по 600 часов от башни. В Симферополе на вокзале, в Новой Русалимке, в Воскресенском монастыре его часы. Это то, что вот я знаю. Скажите еще раз, что это? Как его зовут? Это часы, которые делал Ногин Англин Александрович. Это мой дальний-дальний родственник. Прощур, да? Да. В Москве еще, я знаю, на старой площади все напротив ЦК ВЛКСМ. Они действующие. И там везде стоит Клинушка. Это производство Модин. Здорово. Производство находилось на Яловском мосту. То есть адрес был Яловский мост. Дом, сейчас не вспомню, чей-то там. Ну, в общем, была такая известная фирма. Здорово. Может быть, это тоже символ то, что, не знаю, катастрофа. Поэтому, как бы, это решили запечатлеть. Да, вот реакция непосредственно. А мы планируем, да, абсолютно активную. Поэтому, поэтому человек умеет... Ну, вот эти мужики, конечно, почти меня поразили. Так он руками, что ли, держит? Или что у него в руках? Нет, он просто жест, простите, завлетает. Другим, наоборот, поддерживает. Да, типа фака. Да, типа фака, только вот символ перехова. Ну, я на вас это... Ну, да, типа я... Ну, ладно. Марина, скажи, что там, кто он там тебя? Это мой прапрадед, наверное, вот так вот, часовых дел мастер. Он придумал сделать башенные часы, поставил их на конвейер. За свою жизнь он сделал порядка 700 башенных часов. Фамилию его Энодин. Энодин? Энодин. Интересно, но часы-то он уже делал бетровские, да? На этих часах клево стоит. Это уже он романовские часы, получается, делал, да? Вот эти вот 12... Ну, 1870-е, конечно. Итак, часы Энодина. Вот прошло некоторое время, после этих прогулок, разбирая свои залежи, записи, я вдруг решила провести некоторые исследования и сделать фильм по этому мастеру. Вот я не знаю, почему именно так я решила, вот этот фильм не плановый. Оказалось, что информации сначала не было, ну, практически не было в интернете, а потом все-таки, меняя поисковые слова, появилась информация, и ее стало довольно много, потому что, оказывается, это был очень известный мастер на рубеже 19-20 веков. И часов у него, башенных больших часов, оказывается, у него по всему миру, и по России, и по всему миру. Это очень интересно. Но еще меня заинтересовала фамилия. Фамилия Энодин. Я стала переспрашивать у Марина. Она говорит, что эта фамилия, она произошла от греческой, как ей рассказывали люди, которые занимались родословной, Энодией. Потом стала Энодин. Переросла как бы в русскую фамилию. Но если греческая, то, судя по портрету, который мне также предоставила Марина, это белая раса, человек белой расы. А греки сегодня, мы понимаем, что это отуречный народ. Это народ, скорее всего, тюркский. Скорее всего, он больше похож, чем чернявый такой народ. А здесь мы видим совершенно светлого и светлоглазого человека. То есть человека, представителя белой расы. Но я хочу сказать, и Марине я сказала, что греки... Вот я разбирала Крымскую войну. И в книгах по Крымской войне там от английского исследователя, от английского историка, который присутствовал на этой Крымской войне, он как раз говорил о том, что если крымские татары вредили русским войскам, то греки, наоборот, стояли на стороне русских и всячески им помогали. А иногда и воевали, и даже жизнью рисковали именно в пользу, в сторону русских. Греки вообще это такая, возможно, придуманная, по-современному это придуманная какая-то нация, потому что древние греки и сегодняшние греки, это совершенно два разных народа, мы понимаем. Древние греки, которые совсем нам не древние, это белая раса. Интересно, немножко отличается от нас носами, а вот надбровными и переходом переносицы, у них практически нет переносицы, вот чем они отличаются от современного белого человека. Но еще греки, это если в переводе грек на латинице, это жирек получается, это, возможно, жиреки, жирецы или волхвы, и вообще это босфор, и там, опять-таки, были и труски везде, это у нас и Крым, это у нас и Средиземное море, это Македония, Эллада, это там Александр Македонский, это там все вот это вот греческое царство, греческое, которое не является тем гречеством, которое нам сегодня пропихивают, то есть это не тюрки, это белая раса. И Энодин, получается, он оттуда, откуда-то родом. Вот что получилось. И его фамилия, если брать его буквально, Энодин, это получается Н1, номер 1. Значит, есть номер 2, номер 3. И для меня это полно открытия. Я этот фильм делаю для того, что, возможно, кто-то откликнется вот на эту информацию, возможно, кто-то еще что-то знает, потому что потомки сейчас знают очень мало. Часов башенных действующих сохранилось немного, Энодина. Сейчас я вам их расскажу, покажу их. Все, что есть сегодня об этих часах. Но сама фамилия, мне кажется, это псевдоним, мне кажется, это не фамилия, как фамилия, это что-то другое. Тем более, мне это интересно в связи с расследованием писем Танеева. Как помните, на моем канале есть несколько фильмов по письмам Танеева, когда Софья Палеолог привозит свою библиотеку именно оттуда, с Босфора, получается, с Византии. И Энодин, он получается тоже как бы канал оттуда, византийский. Это, возможно, это та часть те люди, о которых, как упоминал Александр Владимирович Пыжиков. Это люди, которые потом, возможно, на их деньги и создавалась социальная, социалистическая революция, а не на деньги немцев, как пытаются сказать, как пытаются исказить историю. Это какие-то другие люди. И очень интересная информация. Я сейчас посылаю этот фильм во Вселенную, в информационное поле с тем, чтобы, возможно, придет какие-то ответы на вот этот вопрос. Потому что фамилия Энодин, она, ну, это номер один. Номер один. Что имелось в виду? Откуда это произошло? Либо во время захвата планеты уже стали шифроваться наши люди, и потом часы, это же время. Не просто так люди подключаются к тем или иным производствам. Да, они маскируются, но это все не просто так. Заниматься башенными часами, это нужно, во-первых, быть инженером очень высокого уровня. Где он учился, Энодин? Если он грек, где он? Где он? Откуда он происходит? Откуда у него знания? Эти башенные часы, это очень серьезный инструмент, очень серьезное производство. И это производство часы по всему миру. Номер один. Это очень интересно. Номер один. Энодин. Энодин. Н-один. Номер один. Итак, часы Энодина. Я нашла много материала по этим часам, в отличие от биографии мастера Энодина. Просто вслушайтесь в цифры, в показатели. Башенные часы для Павла Посадской колокольни были сделаны в 1890 году часовым мастером Андреем Александровичем Энодином, а установлены в 1891. Детали импортировались из Швейцарии, кроме станины, отлитой в Москве. Смонтированы в России. Первоначально колокол часового боя имел массу 4800 килограмм, а впоследствии он был заменен на более 960-килограммовый. В свое время на башне имелся набатный 15-тонный колокол. Несмотря на то, что часы расположены на колокольне, они всегда находились в ведении светских властей. Первым представителем династии часовщиков был Иван Михайлович Попов. Наблюдение за часами было поручено ему в 1911 году. Затем его сменил сын Сергей Иванович. С 1980 года этим занимается внук Андрей Сергеевич. Вот видите, у них династия. Сама колокольня 1839 года. Часы установлены полвека спустя, в 1891. Благодаря этим часам колокольня сохранилась. О постановлении Совета Министров СССР в 1974 году башня признана памятником федерального значения. Почитайте, статья сама по себе интересная. До сегодняшних дней сохранилась карандашная надпись на внутренней деревянной обшивке часов часовой комнаты. 1911 год, апреля 12 дня, лето господне. Вы знаете, лето господне. Ход часов при заводе гирь имеет 106 оборотов, бой четверти 111 оборотов, бой часов 105 оборотов. Этого завода хватает ровно на 171 час, 7 дней и 3 часа. А также имеется подпись Ивана Михайловича Попова, владельца часовой мастерской Павловском посаде. Родившийся в 1931 году долгожданный сын Сергей следовал завету отца. Прошу потомков беречь и честно, добросовестно относиться к часам. Запись 18 июля 1935 года. Сегодня Андрей Сергеевич Попов передает навыки и секреты ухода за часами своему сыну из следующего поколения в честь столетия служения семи часам. Астанина часов изготавливалась на его заводе, а механизм закупался в Швейцарии. Подобных часов осталось пять, в том числе в городах Сергеев-Пасад. Попов награжден знаком за заслуги перед Павлопасадским районом. Много интересной информации о Андрея Александровича Энодине на часовом форуме. Вот конкретно Энодин от 2018 года. Говорят часовых дел мастер Александр Георгиевич Красников. Не встречаясь часы, которые звонят половину часа, в определенный час отбиваются нужное количество ударов. Это простые часы, два механизма. То есть один, который часы, и второй механизм следит за тем, чтобы сделать нужное количество ударов в соответствии с текущим часом. Это бой. Есть куранты, которые, в отличие от часов с полуденным боем, отбивают каждые 15 минут. Причем количество ударов меняется, звучат разные колокола и разные перезвоны. Например, 15 минут играют 6 колоколов, половину часа их количество удваивается, и в три четверти часа эти 6 колоколов уже звучат трижды, а потом в определенный час звучит 24 удара. Появляется определенная мелодия. Это было очень удобно в то время, когда в монастырях не было электричества, ни у кого не было часов. Но, кстати, это еще большой вопрос насчет электричества и часов. Да, какое-то время не было в конце 19 века, во второй половине 19 века не было ни электричества, ни часов. А вот до второй половины 19 века это большой вопрос, что там было на самом деле. Я продолжаю. Изначально на лавровских часах, как и на всех других, была только одна стрелка, делившая час на части, обозначая каждую четверть перезвонами. Это очень устраивало монахов, которым нужно было рано вставать. Это потом уже появилось две стрелки. Александру Георгиевичу не раз за всю жизнь приходилось иметь дело с инодинскими часами. Вот как он об этом рассказывает. Андрей Александрович Инодин в свое время выпускал до 600 башенных часов в год. Он специализировался в отличие от других часовщиков на башенных колокольных часах и курантах для колоколин, административных зданий, вокзалов, железной дороги. У его часов очень много сходства с немецкими, но, конечно же, он много внес и своего. Однажды мне попались его часы 1873 года, я реставрировала его часы 1875 года. Все стихло к революции, сами понимаете. Инодин делал очень много часов, которые уходили на север, восток, в Екатеринбург и по всей России. Краснодар, Калужскую область, Нижний Новгород, Дивеево. Туда меня всегда приглашают Мытищи, Дмитров и другие, также Гомель, Беларусь, трое часов на Украине. Донецк, Макеевка, село Никольское, в которых некогда подвязался монах Зосима, благословивший меня заниматься часами. Вот село Макеевка тоже очень интересно. Не оттуда ли товарищ Македонский, Александр Македонский, Казак Макей с Дона. До революции в Черниговском скиту Троицы Сергиевской Лавры тоже были Инодинские часы. Также отреставрированные ноя часы этого великого мастера украшает сегодня славный город Саров. Во времена митрополита Платона Левшина в Лавре даже были штатные часовщики и их отправляли учиться на часовых дел мастеров, при этом Лавра оплачивала обучение. Но вот, к сожалению, ничего не известно об учениках самого Инодина, хотя таковые и были. Известно, что в 1893-1994 годах Инодин поставил часы в Скресенском Ново-Иерусалимском мужском монастыре и обслуживал их. И вот однажды наместник обители написал Инодину, что ему дорого платить за обслуживание часов и поручил это дело местному водопроводчику. Прошло три года, и наместник вновь написал Инодину письмо, в котором просил последнего приехать посмотреть часы, потому что с ними стало что-то не так. Инодин ответил, что, конечно, он сможет приехать, но каждый раз ему очень тяжело преодолевать такой длинный путь. Поэтому наместник заключил с Инодином новое соглашение, на основании которого данными часами стали заниматься его ученики и последователи. Естественно, если делаешь 600 часов в год без завода, мастеров, учеников и последователей не обойтись. Значит, был и завод, и мастера, и ученики, и последователи должны были быть у Инодина. Еще непременно надо сказать о других часах Инодина, которые находятся в Пскове, но спрятаны они на чердаке. Есть статья интересная, называется «Сокровище Псковской башни». Куранты, автографы, кадетов и многое всего удивительного прямо в центре города. Музей на чердаке», так называется статья. «Кадетский корпус». Здание известно 1786 года. По нему можно сделать отдельный сюжет, так как оно имеет отношение к сиротскому ведомству. Я занимаюсь этой темой. Тема сиротских домов, вдовик домов, воспитательный дом в Москве и так далее. Смольные институты, это все, в общем-то, всем этим я интересуюсь и собираю материал. А еще, оказывается, здесь была база русской армии в 1812 году в Пскове, в том числе в этом кадетском корпусе. Как, а разве русская армия не ушла с Кутузовым на юго-восток в Тарутино? Разве не там была база русской армии? Про псковскую базу я слышу впервые. У меня есть две серии фильма «Скажите, дяди, ведь недаром сожгли Москву». И вот сколько всего нового узнаешь, когда готовишься к конкретному фильму. Сколько неожиданных сюрпризов, казалось бы, не относящихся к теме. Но сейчас здесь в этом здании администрация Пскова. В здании, где теперь находится администрация области, в период с 1882 по 1917 год располагался Псковский кадетский корпус. За два посещения была осмотрена лишь малая часть кадетского чердака. Впереди, надеемся, еще много полезных любопытных открытий. Но одно особо интересное уже состоялось в часовой башне. Сокровище в башне. Башня, насквозь пропитана историей Пскова и буквально наполнена сокровищами. Это сейчас она часовая. А ранее, с 20 декабря 1839 по 1854 здесь размещался оптический телеграф. Самое современное средство связи того времени. Псковская башня была одной из 149 на 1200 километровом протяжении линии оптического телеграфа Санкт-Петербург, Варшава. На каждой башне было налажено круглосуточное дежурство четырех телеграфистов, заступавших на вахту в порядке строгой очередности. Такой же порядок существовал на всех башнях станциях линии. Сообщение Зимнего дворца доходило до Варшавы в среднем за 15-20 минут. Вскоре на смену оптическому пришел электрический телеграф и в 1861 году башню-вышку за ненадобностью разобрали. Вот опять у нас здесь эти даты фигурируют. В 1909 году появилась новая надстройка. Значит, уже в 1860 где-то появился электрический телеграф. Пришел на смену оптическому. Так получается. В 1909 году появилась новая надстройка для астрономических наблюдений. Она расположилась как раз на месте первой телеграфической вышки. После Октябрьской революции башню переоборудовали и стали использовывать как часовую. И вот мне посчастливилось побывать там. Первые часы после посещения башни я пребывал в шоке. И от увиденного, а еще больше от чувства несправедливого отношения к истории. Как можно такие без преувеличения сказать сокровища держать забвение? Для привлечения туристов, которые год из бюджета тратятся огромные деньги на невнятные проекты набережных и парков. А здесь задощатой в рабочем состоянии находятся уникальные редчайшие старинные часы-куранты. Ими можно и нужно гордиться, так же, как курантами спасскими или даже лондонским Биг Беном. И показывать туристам наравне с Псковским Кремлем поганкиными палатами. Если часы идут исправно, то бой курантов по неизвестной причине мы не слышим. Это не просто бой, а великолепное звучание. Механизм часов соединен бензина каждый из них красив, грациозен, мелодичен. На каждом из них, кроме самого меньшего литейных дел мастера, в свое время оставили замоскаловатые надписи и красивейшие орнаменты. Язык старославянский, но и прочитать, уловить смысл написанного нам было вполне по силам. Это про колокола и сейчас к часам. Часы московской фирмы магазин и мастерская башенных часов и Нодина также были даром не Кандрову пустынь, но более позднее время, 29 июня 1905 года. В 1929 году куранты были вывезены из обители и установлены башни на Доме Советов. Изначально часы играли религиозную музыку Коль Славин, но устройство часов и талантного стройчика позволили заменить мелодию на интернационал. Годы Великой Отечественной войны механизм был поврежден снарядом, но был восстановлен и до сего дня исправно отчитывает Псковское время. Хранитель времени. Вот уже шесть лет за псковскими курантами присматривает Владимир Михайлович Лобанов. Благодаря его трудолюбию и таланту старинные часы идут секунда в секунду. Механизм со множеством осей и шестеренок блестит, как новенький, завораживая своей красотой и четкостью работы. Так было не всегда. Первый год работы Владимиру Михайловичу пришлось выселить голубей из башни, закрыть окна, законопатить все щели, пыль и грязь существенно затрудняли работу часов. Был период, когда они останавливались почти ежедневно. Пришлось заменить механизмы втулки, подшипники. Ремонтировать было непросто, ведь запасных частей для таких часов не бывает. Последние четыре года часы идут хорошо, но, по оценке мастера, легко переживут и нас с вами, еще не одно поколение псковичей. Для этого надо лишь своевременно смазывать, иногда регулировать ход и заводить их не реже двух раз в неделю. Кстати, механизм часов приводит в действие гиря весом около 50 кг, а бой курантов обеспечивает две гири раза полтора тяжелее. Почему не звучат куранты, я не знаю. Это вопрос не ко мне, обращайтесь к начальству, затруднился с ответом Владимир Михайлович. Но у меня все готово. Вот подслушайте, над домом советов рождался красивейший перезвон, распугавший стаю ворон, парки и удививший многочисленных прохожих, уже почти забывших про удивительную способность псковских курантов. Почему молчат куранты? С этим вопросом мы обратились в управление делами администрации Псковской области. Колокола часов отключили лет 7-8 назад, ответил Алексей Анатольевич Липовко, начальник отдела материального хозяйственного обеспечения. Бой курантов мешает работать, если там интернационал звучит, конечно, мешает работать. Громкий звук вызывает резонанс, из потолков осыпается штукатурка, ведь служебное помещение с евроремонтом не просто рядом, башня с колоколами буквально за стеной. Кстати, в Псковской области в настоящее время в исправном состоянии трое часов курантов. Вот такая у нас интересная информация о псковских часах Инодина. Еще Инодинские часы были в Новодевичьем монастыре, они не работали, но часы восстановлены после 60 лет отсутствия на колокольне в Новодевичьем монастыре в Москве 11 октября 2019. И в заключительной части этого фильма я хочу вам познакомить с книгой «Московские часы» Бориса Радченко. Это у нас 1980 год «Московский рабочий». Часы на башнях первые на Руси. «А наречется сей частник часа Мирия», старательно вывел жирным полуставом неведанный нам монах летописец и поставил точку. Так в древней русской летописи по 1404 годам впервые появилась запись о первых в московской Руси башенных часах. С тех пор минуло без четверти шесть столетий. Да, действительно очень интересная эта книжка, но мы ее читать естественно не будем. Наша задача посмотреть, что по часам Инодина, а они здесь есть. И еще одна деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание, которая пишется как само собой разумеющаяся, но для нашего времени это очень важно и выглядит совсем иначе, чем в 1980-х годах. И смотрится совсем иначе, и понимаем мы это совсем иначе. Так что время, оно такое многомерное. В этой книге в том числе рассказывается о часах на Спасской башне, о том, как они были повреждены во время октябрьских событий, и о том, как либеральные газеты с торжеством писали западные, особенно о том, что здесь время остановилось, и Ленин издал указ обязательно восстановить часы на Спасской башне, но дело в том, что они изначально играли мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе». Это начало 19-го века. А вот уже начало 20-го века они играли царский гимн «Славься царь». Значит, монархический гимн «Славься царь», а изначально, я еще раз хочу повторить, в начале 19-го века вот они здесь пишут просто «Коль славен». Но «Коль славен наш Господь в Сионе», давайте посмотрим, что это такое. «Коль славен наш Господь в Сионе не может изъяснить язык, велик он в небесах на троне, былинах на земле велик. Везде Господь, везде ты славен, внощи в одни сиянием равен, тебя твой агнец златорунный в себе изображает нам, в салтырию мы десятиструнный, тебе приносим фимиам, прими от нас благодарение, как благовонное курение, ты солнцем смертных освещаешь, ты любишь Божий нас как чад, ты нас трапезой насыщаешь, изиждешь нам в Сионе град, тебе в сердцах алтарь поставим, тебе Господь поем и славим». Долгое время гимн Коль славен служил гимном Российской империи вплоть до замены его на Божий царя храни с августа 1918 года эти мелодии были заменены международным пролетарским гимном интернационалом. Так вот, Сион это место, откуда, по всей видимости, распространяются по миру сионисты. А сионизм это то, с чем боролся товарищ Сталин. Не с евреями боролся товарищ Сталин, а с сионизмом. И вот получается, что в начале 19 века здесь славили Сион. Сионизм получается так. Вот он, пожалуйста, в Сионе. Сион, от него и пошло вот это движение мировое, которое, в общем-то, поработило весь мир, которое сейчас занимается тем, что вы сами знаете, это он, тот самый Сион. Вот что изначально играли куранты на Спасской башне. Ну, не изначально, а с 19 века. Изначально мы не знаем, что они играли. С 19 века. И вот мы подошли к теме Уэлинских ворот. Это часы Инодина на башне Уэлинских ворот. Это то, с чего начался этот фильм. Радченко пишет в этой книге. В 1910-1911 годах на углу Ильинки, ныне улица Куйбышева и Новой площади, инженер Рейрберг построил для акционерного Северного страхового общества каменные пятиэтажные с подвалами торговые помещения, над которыми возвышалась куполообразная башня. С трех ее сторон квадратные циферблаты с фигурными стрелками и римскими цифрами. Механизм часов был изготовлен фирмой А.А. Энодина. А шесть разнокалиберных колоколов для боя курантов отлиты на заводе финляндского. Часы работали вот она, эта башня, вот так выглядела. Часы работали при помощи трех гиль с набором груза на 110, 70 и 60 килограммов и заводились вручную огромным ключом. В одной из осенних ночей 1941 года при налете вражеской авиации на столицу вблизи башни разорвалась фашистская бомба, взрыв огромной силы потряс окрестность, воздушная волна выбила из своих гнезд циферблаты на башне, покалечила механизм. Когда в начале 60-х годов приступили к ремонту часов, инженер-конструктор Чернов, макетчик опытной экспериментальной фабрики наглядных пособий и демонстрационной аппаратуры всесоюзного общества знания решил не только пустить в ход старинный, к тому же изрядно поврежденный прибор времени, но и полностью его модернизировал. Больше того, он решил автоматизировать работу часов и свести до минимума заботу об их обслуживании. Вот это уже общество знаний, это 60-е годы, это советские люди, они не просто реконструировали, восстановили, а не свести заботу к минимуму об обслуживании, чтобы практически были на автомате работали эти часы. В течение двух лет велась работа, старые куранты с каждым днем обрастали различными контролирующими приборами, реле, датчиками и другими атрибутами электроники. Вот когда еще была электроника в Советском Союзе, были разработаны, изготовлены, установлены оригинальные по конструкции программные устройства электроподзавода часов. Понимаете, программные, вот уже когда компьютерные программы были. И главный распределительный щит с приборами. Часы теперь стали заводиться на шесть суток. На седьмом этаже для освещения циферблатов из западной восточной сторон башни пристроили фотоэлементы, которые обладают удивительной способностью реагировать на смену дня и ночи. Каждые сутки с наступлением сумерек чуткое фотореле, связанное с распределительным устройством, включает 72 электрические лампочки и так далее. Так вот, что я хочу сказать еще по поводу всесоюзного общества знания. Потому что раз оно здесь у нас высветилось, надо об этом сказать. Надо сказать, потому что это связь времен. Это у нас советская наша родина, и это сегодняшний у нас не пойми какой капитализм. Ну что вам скажет Вика? Знания общества, всесоюзное общество знания, просветительская и пропагандистская организация в Советском Союзе России. В Советском Союзе, а не России. В Советском Союзе. Вот здесь уже идет искажение. Возникшее в 1947 году занималось просветительской деятельностью и антирелигиозной пропагандой среди населения СССР путем чтения лекций, а также издания соответствующей научно-популярной литературы. Как и другие советские общественные организации находились под контролем КПСС. Общество имело издательство знания. То самое издательство, которое недавно выгнали из старинных палат, которых еще был Иван Грозный. Совсем недавно, у меня есть фильм, зимой выгнали их из этого здания. Вот это общество знаний, уже последнее, что осталось издательство, и его уничтожили. Ну теперь что нам тут скажут? После распада СССР общество разделилось, его собственность на территории России перешла к обществу знаний Россия. Новая организация в 1990-е годы пришла в упадок. Минуточку, минуточку, а когда у нас распад СССР произошел? Вообще-то в 1991-м году. А здесь у нас уже, они нас разделили уже в 90-х годах. В 1990-е годы пришла в упадок, сократилось количество членов, исчезли многие религиозные отделения, ну конечно, нам же уже теперь монархию надо потихонечку подсовывать, поэтому все это исчезло. В июне 2016-го года съезд общества знаний России принял решение о ликвидации этой организации. Действительно, зачем она сдалась-то вообще, зачем она нужна? Теперь у нас новое время наступило, теперь у нас капитализма по-чубайски наступило. Зачем нам знание-то Грефом? Зачем знание? Греф-то сказал, зачем знание народу? Быдло массе зачем знание? Совершенно не нужно это капитализму, чтобы население было грамотным. И причины, давайте посмотрим, здесь вот они нам вот так вот написали, а что здесь написали? Причинами создания общества послужили. Зачем же создавали это общество знания? Значительный ущерб, нанесенный Великой Отечественной войной всей системе советского образования. Так, минуточку, то здесь не только пропагандистская и просветительская, всей системе советского образования был нанесен урон, вызванная войной массовая депрофессионализация населения, потому что геноцид населения произошел, потому что миллионы мужчин молодых, профессионалов в том числе, погибли на этой войне. Курс на скорейшее создание советского ядерного щита. Ай-яй-яй-яй, это оказывается пропагандистская организация. Значит, создание ядерного советского щита. Холодная война, подстегнувшая рост конкурентной способности советской индустрии высокого передела. Значит, холодная война подстегнула рост вот этого всего общества знания. Ликвидация в 1947 году Союза воинствующих безбожников чли функции в области атеистической антирелигиозной пропаганды были переданы обществу знания. Объективная необходимость в массовом образовании взрослого населения Академии миллионов. Ай, какие плохие пропагандисты. Просто безобразие. Они образовывали миллионы. Миллионы они образовывали. Безобразники какие-то. Просто невозможно. Это куда же это все катилось. Академия миллионов была выпущена за почин интеллектуальной частью общества, поддержанной партией и правительством. Председатель Совета Министров СССР Иосиф Сталин подписал 29 апреля 1947 года постановление, в котором говорилось одобрить обращение группы ученых и общественных деятелей ко всем деятелям советской науки и культуры в создании всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний и разрешить опубликовать обращение в центральной печати утвердить рекомендованные инициативные группы ученых Организационный комитет Всесоюзного общества и так далее. То есть знания народу миллионам знаний чтобы каждый человек имел доступ к знанию вот что такое было это общество знания. Общество знания было создано чтобы восстановиться после Великой Отечественной войны после разрушения народного хозяйства из-за холодной войны которая тут же продлилась и длилась 75 лет как они недавно нам сообщили что их победа фашизм победил советский народ 75 лет победе фуражка Гитлера в главном воинском храме главный раритет сам за себя говорит народное хозяйство было восстановлено и приумножено нашим народом и понесло потери с 1990-х годов так пишет Википедия они сами это пишут когда пошло полным ходом уничтожение народного хозяйства они 91-й год а раньше а в 90-х при сдаче предателями страны они оказались хитрее и коварнее советского народа дебилизация населения подрастающего поколения идет полным ходом все сказано открытым текстом имеющие глаза да увидят имеющие уши да услышат никто кроме нас не возродит не восстановит наши не придут наши это мы сами если не мы то кто время сделало свой кульбит нам пытаются втюхать самодержавие крепостное право право звери животный инстинкт прав тот у которого у кого есть сила власть средства производства у кого фаберже круче обезьян импринт как метко обозначил эту низшую природу человека Роберт Уилсон квантовая психология закон обезьян давайте вспомним что мы человеки дети бога вселенной имеем божественную связь и знания мироздания интуитивно они в нас вся сила в нас время вперед часы создавал Андрей Александрович Инодин номер один часы гибли в результате войн разрух но восстановительную эстафету взяли советские ученые они возродили часы Инодина запустили время вперед сейчас нас опять хотят затолкнуть в темные века остановить время или пустить его вспять но время нельзя остановить никому нельзя пустить его вспять время идет только вперед благодарю за внимание надеюсь вам было интересно познавательно это видео делитесь этим видео в соцсетях поддерживайте мой канал ставьте лайки я вам очень признательно благодарна всем всех вам благ с вами была Галина Кунышева до свидания у меня до свидания до свидания логих проясения